Был очень дорог, а лесов вокруг столицы, наоборот, было много. В основном для строительства использовали стук и осин. Любопытно, что тогда на рынке можно было купить готовый стук, собрать его как конструктор в нужном месте, и через пару дней разбирать на бассейне. Между тем, что там нечаянно. Правда, дворяне и куцы могли бы разграбать дерево на плотану, или, например, построить только первый этаж из камня, а остальные на нем из дерева. Каменное строительство в Москве началось, конечно же, с церкви. И первым таким зданием стал Успенский собор Кремля. С 15 века вместе с камнем строительство начали использовать кирпич. Правда, в основном для крепостных укреплений и наиболее важных государственных зданий. Потом, когда университет вопросов строительства, появился каменный приказ. А Москва начала избавляться от деревянных домов в 18 веке, при Петербурге. Сильно затормозил процесс перенос столицы в Санкт-Петербург. А как из-за строительства новой столицы было запрещено возводить каменные дома, где-нибудь еще, но и на Петербурге. Интересно, что когда камень в Москве все-таки поведела дерево, а произошло это, страшно сказать, только в 19 веке, деревянное здорчество прошло в монстре. И иметь украшенный исполненный деревянный дом стало местижно. Часто, слушая рассказы о Москве, нужно уловить, что те или иные здания и соборы были построены архитекторами с одной и той же фамилией – Брязин. Имена у этих людей, как правило, разные, и по большей части – самесловатые. Дело в следующем. Великие князья приглашали на Русь много итальянских зодчих. В те времена москвичи всех иностранцев называли «фряги» или «варяги», для чего и появилась общая для многих зодчих фамилия – Брязин. А подлинные имена у многих даже и не сохранились. Москву часто называют «портом Пяти морей». Но мы же ясно видим, что морей тут никаких нет, а есть одна река Москва. Это выражение впервые прозвучало из уст Иосифа Сталина на открытии канала имени Москвы, который соединил Москву-реку с Волгой. Идея в том, что после строительства двух каналов имени Москвы и Волгодона из столицы водным путем можно добраться до Пяти морей – Белого, Балтийского, Черного, Азовского и Каспийского. На самом деле получается, что «портом Пяти морей» можно назвать памятник обслуживает один человек, у которого есть водное сообщение с Москвой, Казань, Углич, Волгоград и так далее. Но это детали, конечно. Главное, что красиво звучит. Река Москва является главной артерией города Москвы. Это левый приток реки Аки, и ее общая протяженность – более 450 километров. Века подряд берега Москвы распахивали, лес на них вырубали, активно сбрасывали воду мусорю. Все это привело к тому, что в середине 20 века река сильно обмелела, и тогда был прорыв канал имени Москвы, соединивший ее с Волгой. Это ощутимо повысило уровень воды в реке. Сейчас самая узкая часть реки находится в районе Кремля, а самая широкая – в районе Олимпийского комплекса Лушники. На территории города река принимает около 50 приток. Московские мосты играли важную роль в развитии торговли и градостроения. Сначала их строили из дерева. Среди реки устраивали цепочку из лодок или барок, сверху закрывали ее деревянным носки. Вот и весь мост. Такие переправы были недолговечны и наводились только в летнее время. Потом, в очень долгий период, в мостостроении использовался камень. Затем на смену ему пришел кирпич. Промышленная революция принесла в мостостроение чугун и сталь, которые начали использоваться практически везде. Эти материалы были не только прочными, но и позволяли в процессе литья получить сложные формы и изысканные декоративные элементы. Это стало их визитной карточкой. А вторая половина 19-го и...